На самом деле тема обширная, большая, и я, наверное, сегодня только обозначу проблемы, которые существуют перед врачами амбулаторного звена. Вот уже в течение нескольких лет мы двигаем, нам министерствам дано задание двигать амбулаторную службу вперед, развитие ЦАОПов и так далее, и очень много стало возникать вопросов, а кто там будет работать и чем они там должны заниматься. Поэтому, на мой взгляд, на самом деле развитие амбулаторной помощи на местах решает очень много вопросов для пациентов. Это и снижение финансовых затрат как государства, так и пациентов, это нахождение вблизи своей семьи, там не нужно куда-то далеко ехать, это и лист нетрудоспособности, нет необходимости госпитализации в стационар и так далее. Итак, но на самом деле нам нужно для того, чтобы работать на месте рядом с пациентом, нужно решить много вопросов. Я сегодня вынесла несколько. Это умение правильно использовать противоопухолевые препараты, соблюдение условий доставки, хранения этих и утилизации противоопухолевых препаратов. Вы не можете в каком-нибудь ЭНСКе на ближайшую помойку отнести использованные флаконы. Нужно задумываться об этом. Соблюдение санэпид-режима. Все наши процедурные кабинеты должны быть открыты и функционировать по правилам. Возможность оказания экстренной и неотложной помощи, потому что тогда, когда мы проводим некую противоопухолевую терапию, экстренная ситуация может возникнуть в любое время. И у вас недопустимая ситуация, когда одна машина скорой помощи, где дежурит фельдшер, на всю область. Умение вовремя правильно диагностировать и лечить осложнения противоопухолевой терапии. Не может быть так, чтобы поставили пациенту капельницу, ввели некий препарат и не умели справляться с осложнениями, которые возникают в сию минуту, либо отсроченно обосредованно туда. Умение заполнять правильную медицинскую документацию и так далее. Это то, что пришло мне в голову на ближайшей перспективе. Итак, нужно уметь правильно использовать противоопухолевые препараты. Предварительно нужно прочитать инструкции и посмотреть, в какой последовательности, через какую систему должны вводиться препараты, какая примедикация у них должна быть, какие препараты вы можете одновременно с ними вводить, и должны, и можете, имеете право. И нужно этот препарат вводить подкожно, либо его только через центральный венозный катетер, можно через обычную систему, либо затемненную, либо обязательно через некий инфузор. И даже препарат иммунотерапия. Ну, действительно, не так сложно ввести препарат. Да только нужно знать, что этот флакончик нельзя встряхивать, что не нужно проводить примедикацию без нужды дексаметазоном, как мы видим по всей стране, к сожалению. Мы должны понимать, что препарат, например, Доносумаб, куда уж проще, подкожно. Действительно, можно по месту жительства ввести, только нужно не забывать, что, я вот не вижу нигде, да, что этот препарат требует сопровождения витамином Д и препаратами кальция. И даже таблетки нужно принимать правильно. Есть препараты, которые нельзя запивать грейпфрутовым соком, нельзя есть грейпфруты. Есть препараты, которые нельзя одновременно принимать зверобой. Расскажите мне, кто в нашей стране не лечится от рака зверобоем или витаминами, или соками всевозможными. Есть препараты, которые нужно и можно запивать с яблочным соком. Есть препараты, которые некоторые люди не могут принимать одновременно с молоком. В наших рекомендациях пока, по крайней мере, прописано о том, что в дни введения цитостатиков, противоопухолевых препаратов, не нужно вводить препараты железа. Все это нужно знать, прежде чем заниматься, стремиться к проведению некой противоопухолевой терапии на месте. Соблюдение условий доставки. Многие препараты требуют холодового хранения. У всех ли у нас есть холодильник, и мало того, он у вас в процедурном кабинете стоит. Правильно ли вам его доставят из некой аптеки? Ваш кабинет и ваша процедурная медсестра не продержат ли этот препарат на столе, на своем рабочем, больше положенного времени? Даже разведенный препарат. Нужно понимать, что вы, пытаясь экономить препарат для пациента, который придет к вам завтра, вы не можете, например, доцитоксал хранить больше, чем 6 часов в разведенном состоянии при комнатной температуре. Соблюдение санэпид-режима. Пожалуйста, обратите внимание, устройство наших процедурных кабинетов прописано в санэпид-режиме, и с 1 марта 2001 года работает новый санпин. Уничтожение остатков у всех, кто занимается противоопухолевой терапией, должны стоять контейнеры, определенные, подписанные, в которых вы можете складывать определенные остатки того или другого препарата. Они все должны быть подписаны, отходы класса А, Б, С, Г и так далее, и не отвезти их, ради бога, на ближайшую помойку. Они должны быть утилизированы в правильном порядке. Оказание экстренной и неотложной помощи. У всех должна быть, во-первых, набор контейнеров для оказания экстренной и неотложной помощи, и у вас должна быть, я не знаю, наверное, какая-то договоренность, либо расположение, как я была в Тихвине, например, у них ЦАОП расположен в принципе в самой ЦРБ, то есть я узнала, мне показали, что это все очень быстро и доступно в реанимации отвезти пациента, если это нужно. Осложнения. Пожалуйста, если вы проводите некое лечение, вы должны понимать, что у пациента развивается. И нутритивные осложнения после любого нашего лечения, хирургического, лучевого, лекарственного, инфузионные реакции, которые возникнут у вас сейчас, либо отсрочена, в том числе анафилактическая реакция, и уметь помогать пациентам в этой ситуации, что может развиться милотоксичность, либо белой крови, либо красной крови, и пациент на фибрильной нейтропинии. Очень высок риск, если мы ему не положим, он в течение двух суток погибнет у нас. Так вот, анемия развивается практически у всех наших пациентов, и тоже нужно уметь правильно диагностировать, выполнить правильные диагностические манипуляции и правильно назначить лечение. Тошнота и рвота. Если вы правильно не выполнили премедикацию, то пациента обязательно будет рвать, а потом его будет рвать, как у нас раньше было, когда противорвотных препаратов не было. Господи, Елена Викторовна, я только вспомню про вас, меня уже тошнит, понимаете? Это называется условный рефлекс. Нужно уметь правильно лечить осложнения, которые уже возникли. Даже если вы все правильно сделали, но все равно тошнота и рвота может возникнуть. Кардиоваскулярная токсичность, которая возникает тоже достаточно часто, и ее нужно правильно профилактировать. Это отдельная тема, мы поговорим об этом завтра. Я приглашаю всех. Иммуноопосредованная нежелательная реакция. Я на днях была тоже в одном из регионов, и мы действительно обсуждали ситуацию, что, как правило, в крупном центре проводится лечение, а пациент-то уходит к вам туда, далеко, в регионы. И вот эти вот осложнения, хотя бы этому научитесь, любые осложнения, как я показала, и тошнота и рвота имела, токсичность, и иммуноопосредованные реакции, которые возникли. Вот он уехал от нас, он поехал к вам, и вы там рядом. Вот это, пожалуйста, ловите. Вот это научитесь делать, а не говорите о том, что я хочу заниматься великой химиотерапией. Кожная токсичность, она развивается, и мы знаем, что чем выше кожная токсичность, очень часто тем выше противоопухолевый эффект. Только пациенту вот нисколечко не легче от этого. Они очень часто отказываются от лечения просто потому, что у него, ему некомфортно жить. А здесь картинка с проявлением различных видов локачественных новообразований. Они еще и такие, и им нужно помочь жить с этим. Нужно научить их гигиене. А у нас народ, правда, очень так, некорректно относится к гигиеническим процедурам. В данном презентации я хочу показать, например, несколько слайдов. Есть компании, которые разрабатывают специально препараты по уходу за кожей наших пациентов, потому что она очень сильно страдает либо в результате нашего лечения, либо в результате проявлений заболевания опухолевого. Есть специальные растворы, есть кремы, есть некие тоники, шампуни и так далее. И спреи для лечения, для улучшения качества жизни наших пациентов. Эти вещи можно использовать как примочки, либо как орошение. Большой комплекс. На самом деле есть компании, которые работают конкретно для онкологических пациентов. Для лечения зуда, для лечения еще раз всевозможных дефектов кожи. И солнцезащитные средства. Это просто беда в нашей стране. С солнцезащитными средствами не пользуется практически никто. В лучшем случае, если кто-то поехал на море, на солнце и лежит на пляже. На самом деле солнцезащитными кремами нужно пользоваться всегда. Особенно нашим пациентам. Они приходят черные, обожженные, с измененным цветом кожи и так далее. И существует целая линейка, на самом деле, солнцезащитных средств для защиты кожи наших пациентов. Еще раз напоминаю, решается очень много вопросов наличием амбулаторной помощи на месте. На сегодняшний день у нас самое распространенное заболевание среди женщин – это рак молочной железы. Мы договорились о презентации на примере лечения рака молочной железы. Итак, большинство схем, прописанных в наших рекомендациях, АОР, которые расположены на сайте Минздрава и которыми мы должны пользоваться, их там много этих режимов, есть определена последовательность препаратов, режимы. Они в основном, конечно, капельные. Но на самом деле есть часть препаратов таблетированных, для которых еще одна беда в нашей стране. Мы, видите ли, вынуждены пациентов неделю, 2-3 месяц держать в стационаре для того, чтобы получить оплату из федерального бюджета. Капецтабин, винарельбин, циклофосфамид таблетированный, аллопарип, этапозит. Для этого не нужно пациента укладывать в стационар. Он может жить дома, получать специальное противоопухолевое лечение и находиться в комфортных условиях. Есть исследования по применению препаратов в монотерапии и в комбинированном режиме. Комбинированный режим, если он приемлем, естественно, он увеличивает частоту эффектов. И по всем нашим рекомендациям, по международным, эти комбинированные режимы являются вполне себе приемлемыми опциями для лечения. Один из препаратов таблетированных, мы привыкли к капельным препаратам, но уже давно в нашу жизнь вошел в винарельбин. Наши пациенты любят лечиться препаратами растительного происхождения. Специально показывают, что это прекрасный цветок, и можно только не его кушать, а нужно скушать химическое соединение, которое поможет полечиться от рака. Это цитостатик, который давно уже есть в нашем арсенале. Итак, для введения винарельбина тоже существуют определенные правила. И на самом деле при внутривенном введении, при попадании, при экстравазации препарата развиваются некрозы, которые практически не заживают почти никогда. Плюс еще есть большое количество пациентов, которым мы просто не можем сделать внутривенные введения. Не установить портсистему, не сделать некую инъекцию, хоть кубитальную, хоть тыльную вену, никуда. Поэтому для них это тоже очень большая опция. И плюс еще их и не транспортировать никуда. То есть в винарельбин, например, еженедельного введения, вряд ли какая-то бабушка или ее семья будет транспортировать к вам пациентку даже в ЦАОП каждую неделю. Поэтому на сегодняшний день я напоминаю о том, что у нас есть в винарельбин в таблетированных и капсульных формах. Он очень удобен применению. Смотрите, никакого специального нет условий для его применения. Применяется он в дозе 60 мг на метр квадратный, либо 80 мг на метр квадратный. Внутрь целиком, не разжевывая и не рассасывая во рту, просто запивая водой. Это тоже немаловажно. Нет никаких замороченных рекомендаций. И есть еще один акцент. Если мы применяем лечение в адекватных дозах и с нормальными режимами, мы ожидаем хорошего эффекта. Если мы размазываем лечение, если мы редуцируем дозы, если мы размазываем вот эти наши интервалы, то мы просто дискредитируем свою работу. Поэтому, если пациент, прекрасная пациентка или пациент получает препарат в хорошей дозе 60 мг на метр квадратный с хорошей переносимостью, то постепенно нужно переводить на 80 мг на метр квадратный и дальше следить просто за осложнениями лечения и ловить их вовремя, если они разовьются. Но противопоказания есть к любому виду лечения. Естественно, запомнить нужно аллергическую реакцию. Это всегда. Нитропения меньше полутора тысяч, тромбоцитов меньше ста. Если я вижу, что нет сопутствующих заболеваний, я, кстати, когда проверяю историю болезни, я, например, не могу проверить, есть ли у пациента заболевания, приводящие к снижению всасывания в желудочно-кишечном тракте или нет. Тоже повод для штрафа, например, резекция желудка, инфекционные заболевания и так далее. Как правило, это те осложнения, которые характерны для любых наших цитостатиков. Проводились исследования, которые доказывают, что большинство пациентов выбирают пероральное лечение и уменьшается количество осложнений на таком лечении. И, естественно, это выручает и медперсонал в том числе. Это высвобождает время у пациентов и у медперсонала. Схема эта входит в КСГ в 2021 году. Они вошли в КСГ, и стоимость винарельбина в капсулах повысилась. Они вполне себе приемлемые, хотя нам запрещено говорить слово «моржовость». Мы с вами не бизнесмены, мы не должны зарабатывать. Но, по большому счету, клиника вполне себе может позволить себе такое лечение. Я благодарю за внимание и приглашаю вас на наши «Белые ночи», которые состоятся, уже определены даты в конце июня 2022 года. Спасибо.